Здравствуйте, дорогие друзья, это Ольга Иванова и «Записки пианистки». Мы начинаем третий сезон. Для тех, кто смотрит этот канал впервые, скажу, что проект «Записки пианистки» я веду с 2018 года. И рада, что за это время в нем успели поучаствовать такие известные музыканты, профессора и пианисты, как Владимир Троп, Мария Гомбарян, Владимир Овчинников, Юрий Богданов, Денис Мацуев, победитель минувшего конкурса Чайковского Александр Конторов и многие другие. Тема нашего сегодняшнего выпуска – упражнения «Польза или вред?». Иногда пишут о том, что упражнения – это не музыкально, что все можно и нужно делать в пьесах. Зачем же тогда существуют упражнения? Давайте разберемся, что об этом думали пианисты прошлого и что думают пианисты настоящего. Итак, намечаются две основные тенденции в отношении к технической работе. Первая тенденция – это использование упражнений, гамм, этюдов в различных комбинациях для отработки технических приемов отдельно от музыкальных произведений. И вторая тенденция – это отсутствие отдельной технической работы, когда все трудности преодолеваются в рамках работы над исполняемыми произведениями. Если обратить свой взор вглубь веков, можно обнаружить, что даже гении эпохи барокко не гнушались упражнениями. Во всяком случае, принято считать, что Доменику Скарлатти называл свои сонаты экзерсисами. У Иоганна Себастьяна Баха мы находим педальное упражнение для органа «Бафея Кеферцачнес-598». Доподлинно известно, что Ференцлист сам играл упражнения в большом количестве, давал ученикам, а также ему приписывается целый большой сборник фортепианных упражнений. По-видимому, он начинал писать свою методическую работу о преподавании фортепиана Фредерик Шопен. Также он рекомендовал своим ученикам играть гаммы. По-прежнему занимают свое место среди шедевров упражнений Йоханнеса Брамса. А также в записанных книжках Николая Карловича Мэттнера мы тоже обнаруживаем фортепианные упражнения. И вообще, выпускники Московской консерватории времен дореволюции были весьма привычны к конструктивным упражнениям, ведь им приходилось держать сложные экзамены, включающие игру арпеджио, гамм от разных звуков, а также упражнения ганона в различных тональностях. Альфред Корто неоднократно подчеркивал, что хочет предложить пианисту рациональный метод работы, основанный на продуманном анализе возникающих технических трудностей. Основное правило этого метода, по мнению Корто, работать не над трудным пассажем, а над недостатками техники, вызывающими затруднения при его исполнении. Итак, два метода работы, и у каждого свои приверженцы. Так, по-видимому, Святослав Рихтер не играл гамм и упражнений, но отрабатывал все в рамках исполнениями программы, а его современник Эмиль Гиллильс часами играл гамма. Наконец, чтобы закончить этот экскурс мнениями современников, я попросила двух концертирующих пианистов написать свое мнение по данному вопросу. Частый гость моего блога, доцент к Московской консерватории Сергей Кузнецов, написал следующее. Предпочитаю учить сложные места из концертных произведений, скорее, чем чистые упражнения. Тогда за ту же цену можно развивать и музыкантские навыки. Хотя бывают ситуации, когда упражнения могут быть полезны. Лауреат и член жюри международных конкурсов Алексей Володин высказался так. Работа над упражнениями вовсе не обязательно, но желательно. Причем их можно придумывать самому в процессе работы над концертными пьесами. Так развивается не только атлетическое начало в игре, но и творческое, индивидуальное отношение к пианизму. Удивительным образом получилось, что мнения этих двух пианистов как раз и оказались созвучны двум вышеописанным тенденциям. Спасибо, что посмотрели. С вами была Ольга Иванова и записки пианистки. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok